сегодня я расскажу вам одну весьма занимательную версию поговорим о прошлой религии всего мира на первый взгляд история религии написано весьма добротно и у каждого географического региона была своя история в европе и аравии христианство и ислам в китае буддизм в индии индуизм это достаточно упрощенная схема но подробности нам сегодня не нужны в общем разных регионах евразии существовали свои обособленные религиозные течения которым по меньшей мере больше тысячи лет и которые имеют свои отличительные особенности и на первый взгляд эти течения не имеют между собой ничего общего что может быть общего между индуизмом и христианство на первый взгляд ничего но это только на первый взгляд на самом деле все гораздо интереснее сегодня уже никого не удивляет тот факт что почти все города нашего мира в девятнадцатом веке имели одинаковый архитектурный стиль почти невозможно по внешнему виду отличить здание построенное в индии от здания построенного в японии или в аргентине культурные традиции религия в этих странах очень разные но архитектура одинаково так вот то же самое происходило и в религии до 19 века почти все регионы евразии исповедовали одну религию то есть европа аравия турция и индия имели одну общую религию до 19 века звучит на первый взгляд фантастично но вот что мы имеем в реальности начнем с общеизвестного выражения что положено юпитеру не положено быку общеизвестное толкование этого выражения звучит так если одному или нескольким людям разрешено действие или предоставлено право это ни в коем случае не означает что то же самое разрешено для всех других людей что положено юпитеру не положено бы вроде бы на первый взгляд ничем не примечательное выражение якобы пришедшие к нам из второго века до нашей эры а если точнее из повести немецкого писателя йозефа фрейхера фон эйхендорфа которая была написана в 1826 году так вот разных повестей в 19 веке было написано огромное множество но вот выражений которые знает весь мир на самом деле достаточно мизерное количество так почему же это выражение так хорошо известно почему слова из малоизвестной повести начала 19 века запомнил весь мир мне кажется это выражение напрямую связано с насаждением новых религий когда точно начался этот процесс сегодня сказать сложно может семнадцатом веке может восемнадцатом но я сам больше склоняюсь 19 это самый главный век человеческой истории именно в это время наш мир получил основные исторические понятия о нашем прошлом так вот в 19 веке начался масштабный проект по созданию новой истории человечества было заново придумано все прошлое придуманы древние греки и римлян и придуманы даты бесконечных войн придуманы истории целых стран и континент вместо истории единого мира с одной религией обычаями и архитектурой была написана история об пособленных миров которые имели разные религии и которые постоянно между собой воевали была написана не просто история была создана новая парадигма согласно которой человечество на протяжении всей своей жизни не могло обходиться без войн и война это главный двигатель прогресса так вот чтобы разделить человечество по разным секторам которые противостоят друг другу были придуманы противостоящие друг другу религиозные течения и происходящие из этого религиозные войны начало девятнадцатого века старшее поколение еще помнило о едином прошлом одной общей страны и о старой религии которая была одна на всех и вот для того чтобы вычеркнуть эти знания и подменить их другими была издана целая серия книг и поддельных рукопись в которых рассказывалось о церковных расколах в россии польше англии и франции якобы во всех этих странах шестнадцатых семнадцатых веках люди из-за незначительных изменений в религиозных обрядах убивали друг друга тысячи варфоломеевская ночь и церковный раскол россии явление одного порядка вернее не явление а вымысел одних и тех же авторов которые утверждали люди убивали друг друга из-за незначительных религиозных споров люди верили в одного бога проводили почти одинаковые обряды а потом якобы как с цепи срывались и валили таких же христиан целыми толпами это происходило по всей европе так вот девятнадцатом веке не только создавались целые научные трактаты о религии прошлого также вбрасывались в народ крылатые фразы типа это что положено юпитеру не положено быку в чем же сакральный смысл этой фразы мне кажется тут все на ладони девятнадцатом веке был создан новый пантеон богов во главе с юпитером также в то время народ еще не забыл старых богов ярким представителем которых был бык то есть люди до 19 века поклонялись быку что положено юпитеру не положено быку эту фразу надо понимать буквально почести которые следуют отдавать новым богам уже не нужно отдавать старым храмы старых богов следует отдать новым богам то есть храмы которые изначально строились для быка теперь занял юпитер юпитер был первой ступенькой в подмене понятий затем храмы переназначили христу ему подобно версия на первый взгляд фантастично ведь священному быку поклоняются только в индии каменные излояния быка нанди встречаются только в индии так то но так только вот несмотря на все зачистки религиозной истории европы бык все же оставил здесь свой след начнем мы с древнейшей реликвии христианство туринской плащаницы хранится она как ни странно в городе быка турине историки конечно говорят что название город турин произошло от кельтского тор гора версия конечно хорошая но я почему-то нигде не встречал оригинальный словарь кельтских слов к тому же в турине мы видим вот такие изображения так что вполне логично что для подмена понятий новодельную плащаницу разместили в городе быка и как бы само собой получилось что христианский символ приобрел древние религиозные корни туринская плащаница то есть плащаница быка произошла логичная подмена понятий и для тех кто помнил в начале 19 века о старом культе туринская плащаница звучит как-то по-своему очень приятно также во франции в тулузе сохранилась церковь богоматери быка согласно преданиям первого тулузского епископа святого сатурнина привязали к дикому быку веревкой чтобы тот тащил мученика по всей тулузе странная какая-то история церковь имеет название нотр-дам-де-таур то есть богоматерь быка бык в этой истории просто дикое животное истязающие епископа так зачем же в честь злобного дикого животного строить церковь еще давать ей возвышенное название церковь богоматери быка и вот смотрите какое чудесное совпадение здесь мы видим написано то а ведь это созвучно другому названию очень влиятельного учреждения уже в англии лондонский тауэр произносится она как тауэр пишется вот так для меня немного странно может знатоки английского объяснят почему мы видим такое написание а слышим тауэр но здесь более важно как это слово звучит а звучит она что по-английски что по-русски тауэр то есть главная английская резиденция это резиденция быка бык также сохранился на главном соборе флоренции санта мария дель фиель главную улицу нью-йорка тоже украшает мощный бык а это уже музей египта статуя священного быка апис статуя быка в турции статуя достаточно старая изготовили ее в 1864 году во франции а это древний бык из ирана старые монеты тоже украшены изображением быка русские летописи упоминает о туровой божнице близки его конечно особого доверия к русским летописям нет и об этом я уже рассказывал но что интересно я думаю что всю информацию о языческих славянских богах историки брали из народных преданий 19 века а затем с помощью новодельных списков отправляли этих богов в 12 так вот вполне возможно что в 19 веке еще сохранялись народные предания от уровой божницы близки его а это славянские обереги здесь весьма интересна форма рогов удивительно но очень похоже на такие украшения храма можно еще прослушать как звучит имя скандинавского бога товар на норвежском и шведском я очень явственно слышу ту но могу и ошибаться это лучше спросить у носителей языка так что я вижу очень много просто невероятных совпадений товар богоматерь тура туринская плащаница быки на монетах и древних оберегах к тому же эти обереги очень походят на эти изделия скандинавский бог тор турова божница и самое главное символ быка распространен по всей евразии как будто во всех странах был один культ да еще всех поздравляю с наступившим годом желаю здоровья и счастья а также для сохранения душевного спокойствия поменьше смотрите новости на этом все смотрите мой канал